Давайте поговорим про Сирию, Иран и мировую экономику в связи с этим. Вот грохнет у нас Сирия, грохнет Иран. Кто сказал, что грохнет? Может быть в ближайшее время, может нет. Аннон туда ездит значительно чаще, чем раньше. Но Аннон туда ездит вовсе не за тем, чтобы войну устраивать. А вы себе представляете, кто такой Кофиан? Ну, более-менее. Это бывший генсек ООН, который в 2003 году, когда Джорджу Бушу, ну, Джуниору, понадобилось по заре сколотить коалицию против Ирака, и это для него был вопрос реально очень важный. А вот фамилию мы не слышали. Очень важный, ничего подобного. Аннон не дал Бушу сколотить коалицию. Он в ООН стал стеной. Я помню, ко мне приходили какие-то, знаете, как это говорят, хорошо информированные люди, которые мне рассказывали байку, что, соответственно, теперь все американцы Кофианула отомстят, поскольку они сейчас арестуют его сыночка. А я говорю, что, может быть, они и арестуют сыночка, а может быть, и не арестуют, потому что у сына Кофианула, кроме папы, есть еще и мама. И вот он тоже на немецкая цифра говорит, а кто мама у Кофианула? Я говорю, ну, кто из вас информированный человек, вы или я? Почему я вам должен рассказывать, как фамилия мамы сына Кофианула? Вот я рекомендую всем посмотреть, как фамилия мамы сына Кофианула, чтобы стало понятно, почему, соответственно, сына Кофианула посадить не удалось, и тем самым не удалось сколотить коалицию против Ирака, и США занялись уже откровенным международным бандитизмом. Понятно. Значит, насколько я понимаю, пока, во всяком случае, Асад отбился. И это по банальной причине. Во-первых, потому что Иран сказал, что станет стеной. Во-вторых, потому что Китай, Иран не должен дать в обиду. Да, посмотрел, кто... Да? Да, да, да. Понятно, да? Спасибо, да. Вот. С этой семьейкой, как известно, справился только один раз великий вождь и учитель в мае 1945 года. Вот. С двоюродным дедушкой, вышеупомянутой мамой сын Кофианула. Да, матовик Рейхи. Какие-то такие широкие родственные связи. Да, Иран с Ириной. Так вот, значит, дело в том, что на самом деле еще очень страшно. Экономическое положение в мире не ахти, финансовые системы дышат наладом, причем наиболее сильно, наиболее наладом дышат система страхования рисков. И в этой ситуации вы хотите устроить такую феерию на Ближнем Востоке? Все представляете, как подскучат, как бы, платы за риски, и что из этого получится. А при этом, как бы, Обама, он на самом деле человек же непростой. Он не с неба свалился. Многие думают, что с неба вовсе даже и не так. Вот. У него примерно такая же история, как у мамы сына Кофианула. Вот. Немножко по-другому устроенная, но примерно такая же. Вот. И по этой причине, в общем, он отражает довольно серьезные силы, интересы довольно серьезных сил, которые совершенно этой войны не хотят. Вот. И в Израиле они далеко не все хотят этой войны. И по этой причине, в общем, я склонен считать, что если бы Асад, ну, хотя бы минимально отступил, как это делал, там, Милошевич, как это делал этот самый Саддам Хусейн, то тогда да. Если бы... Не похоже, что Асад готов отступать. Он не будет отступать. Вот не отступил Каддафи, но тут, как бы, у Саркази была совсем тяжелая ситуация. Если бы Каддафи остался, Саркази бы точно бессил на всю оставшуюся жизнь. Он, может быть, и так сядет. Но пока, соответственно, вот. Ну вот, что делать? У Саркази, соответственно, отчима не хватило, чтобы его, значит, полностью прикрыть. И по этой причине я склонен считать, что эта тема сейчас закрыта. Если придет Ромни в США, то, может быть, Ромни и нанесет удар. Но это тоже вопрос, потому что сейчас-то он из себя строит такого ухаря, а как только он выиграет, если выиграет, то у него, вы понимаете, если не будет сильного ухудшения в американской экономике, Ромни выиграть не может. А если Ромни все-таки выиграет, это значит, что ситуация сильно хуже стала, и тогда он будет заниматься внутренними делами, а не внешними. В общем, я еще раз говорю, мне кажется, что тема Сирии и Ирана постепенно будет отходить на второй план. Ну, примерно так же, как отошла на второй план Ливия. Там же война продолжается, но про нее уже просто ничего не пишут. Что касается Сирии, я был в Сирии три года тому назад, я ужасно расстроен, потому что это удивительно симпатичная страна, удивительно. Вот, и там очень хорошо развивается, там и христианство, и все остальное. Ну, я там просто побывал, в этих монастырях христианских, в горах. Меня поразило, во всех сирийских городах, включая город Хомс, где я тоже был, а дети, даже поздней ночью, даже совсем маленькие, играют на улице без присмотра. То есть там абсолютно было все спокойно. И в этом смысле я верю тому, что мне говорили мои знакомые, что если до начала всей этой истории, то где-то примерно год тому назад Асада поддерживала реально 40-50%, ну так, полностью поддерживала, да, 40-50% населения, то сейчас около 80%. Поддерживают Асаду. Да, поддерживают Асаду, да. Именно по этой причине, если у всех этих... Несмотря на бронетехнику. У всех этих, они по народу стреляют. Именно по этой причине, если не будет очень мощной иностранной поддержки у этих всех бандюганов, которых туда возослали через турецкую границу, то Асад с ними разберется очень быстро. И напоследок хочу вцепиться вот в эти слова, что если никакого ухудшения радикального в Америке не произойдет, то победит Ромни. А предпосылки к ухудшению или наоборот к сохранению, какие сейчас приверживают? Сильных пока к резкому ухудшению нет. Я склонен считать, что, ну, во-первых, им очень помогла европейская миссия, потому что, конечно, из этого триллиона евро часть перетекла на американские рынки. У них еще не критичный дефицит бюджета и совокупный долг. Федеральный еще год-два они могут вполне себе тянуть, хотя с этим проблемы. Ну, в общем, я думаю, что они могут еще. Единственная проблема, которая у них могла бы быть, это если бы они таки начали эмиссию, тогда бы к концу года началась бы инфляция. Но, еще раз говорю, вот за счет Европы они, похоже, вытягивают. Это, по крайней мере, до конца года. Еще раз говорю, Обаме нужно только выиграть выборы. После этого он может печатать деньги, не печатать. После нас хоть потоп? Нет, не после нас хоть потоп. Вы поймите, я еще раз повторю, Обама это не человек. Обама это часть клана. И этому клану в условиях кризиса, а то, что он в ближайшие четыре года состоится, точно, это почти наверняка нужно быть в власти, вот что нужно. В этом смысле Обама играет очень важную корпоративную роль. А Ромни это представитель другой корпорации. Вот только и всего. Ну, пока как-то не видно, что у Обамы возникнут какие-то особенные проблемы. А я про то и говорю. Ровно потому, что... Если что-то ужас-ужас какой-то только. Ну, вот только как бы если он с неба свалится, если произойдет что-нибудь неожиданное. Именно поэтому Обаме, что не нужна война. Зачем им чуть неожиданно? А на внешнюю политику, условно, там президента Ромни может повлиять то, что он не пользуется, совсем не пользуется популярностью среди консерваторов, среди ультраконсерваторов республики? Ну, это не важно, потому что как только он станет президентом, он немедленно начнет налаживать отношения с другими корпоративными группами и, в общем, будет выстраивать какую-то такую равновесную. Да, конечно, его исходная его группа будет играть главную роль, но и все остальные тоже. Кстати, Обама уже занимался тем же самым. Он очень сильно изменил свою политику по сравнению с тем, что было там 3,5 года тому назад. Как он говорил, что надо менять финансовую политику, и как он сейчас как бы повторяет ту же самую, которую вел Буш-младший,